Всем привет, меня зовут Алина и я рада вас приветствовать на моем канале. На самом деле сейчас 20 минут 12, ребята, я снимаю это видео. Хотя мне надо еще сделать домашнее задание, смонтировать это видео и мне завтра вставать в 8 утра, но ничего страшного. Я всегда ложусь поздно и вставив рано. И мне нормально, когда я сплю по 6 часов. Для меня это лучше, чем когда я сплю по 12 часов, потому что я себя лучше чувствую. Это, конечно же, не тема моего видео. В этом видео я буду отвечать на ваши вопросы из АСКО, из группы ВКонтакте, моей официальной, и на мой АСКОФЕ, и на мою группу ВКонтакте. Ссылка будет в описании, так что заходите, подписывайтесь. В группе моей также проводятся конкурсы, насигны от меня и так далее. Короче, ссылка в описании. Ну, а перед началом этого видео я бы хотела показать мои новинки, мои новые вещи, мои новые приобретения, так что давайте начнем. И все вещи, которые я покажу в этом видео, я заказала с сайта sindirect.com, и на сам сайт, и на все вещи я оставлю ссылку в описании, так что если кому-то что-то понравится, можете перейти по ссылке в описании и смело заказать. Первая вещь, которую я вам покажу, это джинсы с кружевом таким, вот так вот они выглядят. Знаете, первое, что мне бросило в глаза, это их цвет. Мне безумно нравится именно вот такой вот цвет джинсов, он просто офигенный, да, но, как по мне, тут слишком много кружева, но, в принципе, мне эти джинсы нравятся. Я не особо так обращаю внимание, что тут слишком много кружева, поэтому я думаю, что я буду их носить и летом, и весной, ну, сейчас конец весны, не важно. Так что сами джинсы мне очень понравились, по качеству, в принципе, хорошее качество, что могу еще сказать, нет никаких недостатков, ничего такого нету, так что мне нравится. Итак, следующее, это спортивный костюм. На самом деле, я не очень люблю спортивные костюмы, я не помню, чтобы когда-то я их носила очень долго, и мне они нравились. Действительно, но я всегда заказываю спортивные костюмы, я решила опять заказать спортивный костюм, где логика, ребята, помогите. Да, я заказала спортивный костюм нижно-розового цвета. Первое, это вот такие вот штаны. Кстати, этот костюм достаточно теплый, поэтому я буду носить, когда немного будет холоднее на улице. И мне очень понравился цвет этого костюма и то, что он с обезьянками. Вот тут три обезьянки, а это просто светло-розовая нога. Вот такие вот тут карманы есть. Я заказала размер S, и мне этот костюм по размеру, так что все отлично. Далее, это вот такая вот толстовка с обезьянками тоже, да, с капюшоном. Качество отлично, ничего такого типа ниточек никаких нету, так что меня это порадовало. Качество просто шикарное. Сам костюм мне нравится. Да, поэтому вот. У меня уже очень много вещей с обезьянками, но это не важно. Ничего сказать не могу. Я довольна этим костюмом и рада, что я его приобрела себе. Ну а теперь переходим к теме этого видео. Я буду отвечать на ваши вопросы. Поехали! Сейчас многие бомбит по поводу того, что я удалила половину друзей из ВКонтакта, а точнее 9000 друзей. И поэтому мне написали в АСК-ФМ. Зачем ты всех друзей из ВК удалила? Оборзела что ли? Почувствовала себя королевой? Да тебе скоро никто смотреть не будет. Ребята, дело в том, что у всех блогеров мало друзей. И в основном те друзья, которые есть у блогеров, это знакомые. То есть те люди, с которыми они знакомы лично. Поэтому я также удалила тех людей, с которыми я не знакома. И оставила только тех, с которыми я знакома лично. Но я могу добавить... Если вы есть в Фейсбуке, вы можете мне отправить заявку. Там также ограниченное количество в друзьях. И я вас добавлю в Фейсбуке. В Фейсбуке я буду добавлять всех. Как бы, да, я захожу туда иногда, и поэтому я там добавляю всех в друзья. Так что можете мне отправлять заявку в Фейсбуке, я вас добавлю. Ну, а ВКонтакте я добавляю только знакомых, которых я знаю из моей школы, из моего города. Вот. И с которыми я общалась лично. Далее, это кроме сумок заказывала что-нибудь с Алиэкспресс? Пока что я кроме сумок ничего не заказывала с Алиэкспресс. Вот. Итак, первый вопрос мне задает Лиза. Ты боишься пчел с детства или произошел какой-то страшный случай, и ты стала бояться пчел? Дело в том, что никаких страшных случаев не было. Просто я, как бы, однажды в два года решила понюхать цветочек, взяла его, и рукой прямо, как бы, в шмеля. На цветке был шмель, сидел шмель, и я, получается, рукой об него, и он меня ужалил. Это не мама рассказывала, я не помню, понятно, мне было два года, что я могла помнить, господи. И я просто боюсь пчел без какого-либо объяснения. Просто боюсь пчел, ос, шмелей. Это моя самая ужасная фобия. Юрия спрашивает, как учится твоя лучшая подруга Яна? Яна учится хорошо. Вика спрашивает, в каком месте ты больше всего любишь снимать видео? Я больше не люблю снимать видео напротив октам. То есть, когда дневной свет, это очень удобно. Свет получается классный, фон нормальный, так что это мое любимое место. Следующий вопрос задает Кристина. Хотела бы ты перекрасить волосы, если да, то в какой цвет? Я бы хотела перекрасить волосы, потому что я люблю менять что-то в себе. Но я не знаю, какой цвет. Класс. Следующий вопрос от Алины. Сколько лет ты уже в Аске? Я в Аске почти 3 года. Дарья, твое нелюбимое время года? Мое нелюбимое время года это осень и зима. Я не знаю, но мне не очень нравится осень тем, что как бы до такой перехода к зиме погода становится хуже, настроение какое-то не очень. Да, в принципе, ну, я не люблю осень и зиму, но осень как-то я больше не люблю, чем зиму. Потому что все-таки зимой я родилась. Что вы хотите? София спрашивает, Яломист это твоя настоящая фамилия? Ребята, я не знаю, почему многие мне пишут, что, о боже, Яломист это твоя настоящая фамилия или это никнейм? На самом деле это моя настоящая фамилия, представляете? Да. Я последнюю подписку в классе, потому что моя фамилия на я и моя фамилия это Яломист. И как относишься к резиновым чехлам? Я отношусь к ним нормально, но, в принципе, мне больше нравятся вот такие вот пластиковые чехлы на телефон. Тебе больше нравится пицца или суши? В принципе, я люблю и пиццу, и суши, но больше все-таки люблю пиццу. Следующий вопрос. Тебе нравятся морские свиньи? Свиньи, почему бы и нет? Может быть, морские свинки? Ну, ладно. Ну, морские свинки не нравятся, потому что я люблю всех животных абсолютно. А свиньи, не знаю. Просто это какое-то смешное слово, свиньи, я не знаю. Ничего-то смешного. Вероника спрашивает, какой у тебя рост и на каком этаже ты живешь? Мой рост 1,59 см, то есть это абсолютно нормально для 13 лет. Как я понимаю, на каком этаже ты живешь? Я живу. Вы серьезно думаете, что я буду говорить, на каком этаже я живу? Нет, ребята. Я не буду говорить мой адрес, потому что ни один блогер не разглашает свой адрес. А Зарина спрашивает, ты когда-нибудь смеешься без причины? На самом деле, ребята, это я на видео такой серьезный деловой человек. Прямо капец. На самом деле, в жизни я не такая. Я немножко другая. Я часто смеюсь в жизни, даже могу сказать очень часто. Ты хочешь еще хоть в другой город жить? Не знаю. Далее, это как зовут вы лучшую подругу? Моя лучшая подруга зовут Яна. Я ей говорила это уже 150 раз в своих видео. Самый популярный, часто задавал вопрос вообще когда-либо на моем канале. Это у тебя есть парень. Я очень много раз сообщала и в Азкайфм, и в Ютубе, и в ВКонтакте, и везде, что у меня нет парня. Представь, ты стоишь на краю скалы и видишь, как ежик тушит овощи, енот моет окна, белка убивает пегаса, а скромный единорог смотрит на то, как Оксана топит Настю. Что бы ты сделала? Ну, я бы показала себя, как скромный единорог. Просто стояла и смотрела на все это с странным выражением лица достаточно. Элина мне написала, что я дура. Девочка, советую тебе избавиться от агрессии, потому как в мире должно быть больше добра, чем зла. И мне абсолютно все равно на то, что ты это пишешь. Юлия спрашивает, ты веришь в любовь с первого взгляда? Я верю в любовь с первого взгляда. Далее, это Айлана спрашивает, твоя любимая кофта? На самом деле, у меня много любимых вещей, у меня нет одной прям любимой самой кофты, поэтому не могу ничего сказать. А следующий это Найк или Адидас? Конечно же, Найк. Найк Ван Лав. Кто был твой кумир в художественной гимнастике? Так как я сейчас уже не занимаюсь художественной гимнастикой уже как полтора года, то моим кумиром была Анна Бессонова. Я надеюсь, что тебе понравилось это видео. С вами была я, Элина. Спасибо вам большое за просмотр. Я вас люблю. Пока-пока. И пессимист, и оптимист, и пианист, и баянист, и программист, и шахматист, смотри канал. И гитарист, и вокалист, и альпинист, и футболист, и журналист, и скандалист, смотри канал. Элины Яломист Элины Яломист Смотри канал. Элины Яломист